В детстве о своём мотоцикле мечтал каждый. Сегодня время воплощать мечты в жизнь. В наших программах мы покажем вам тест-драйвы мото-новинок, сюжеты о людях, которые выбрали жизнь на двух колёсах, и репортажи о мотосоревнованиях. Чопперы, спортбайки, эндуро. В каждом классе мотоциклов идёт нешуточная борьба. Спортбайки бьются за звание самого быстрого и самого мощного. Чопперы меряются количеством хрома и шириной задних колёс, а туристические асфальтовые мотоциклы почему-то меряются физическими размерами, количеством цилиндров и рабочим объёмом двигателей. Это программа «Два колеса», я Павел Курлапов, и сегодня у нас на тесте BMW R1200RT. Не самый большой, не самый объёмный, не самый мощный туристический мотоцикл. По нынешним меркам его можно назвать среднекубатурным аппаратом, но именно этим он и интересен. Поехали! Прелесть же 1200-кубового оппозита заключается как раз в том, что он прекрасно вписывается и в категорию больших, тяжёлых, дальнемагистральных путешественников, и в категорию среднеразмерных универсальных мотоциклов. BMW 1200RT построен на оппозитной платформе. Я говорю платформа, потому что это не только двигатель, но и конструкция в целом. Вокруг двигателя построен весь мотоцикл. Двигатель является несущей конструкцией. Здесь нету рамы в привычном понимании этого слова, и к двигателю привинчены все несущие конструкции. Подвески, подрамники, передняя вилка и задний маятник. Но, тем не менее, самая главная новинка РТ обновлённого – это двигатель. Двигатель появился в прошлом году. Это совершенно новый оппозитный двигатель. Впервые за 90 лет истории развития оппозитных двигателей баварских моторов заполучил воздушно-водяное охлаждение, потому что жидкостью охлаждаются только самые теплонагруженные части – это головки цилиндров. Сами же цилиндры и всё остальное охлаждается набегающим потоком воздуха, как и раньше. Новый оппозит стал, естественно, мощнее и тяговите. Если прошлый двигатель выдавал 115 ньютон-метров и 110 лошадиных сил, то новый мотор выдаёт того и другого по 125 ньютон-метров и, соответственно, лошадиных сил. Причём мощность и крутящий момент выросли не только в пиках, но и во всём диапазоне оборотов. То есть ощутимо двигатель стал мощнее. Коснулись изменения и трансмиссии. Новая коробка передач получила многодисковое сцепление в масляной ванной. Если вы помните, то на протяжении всех 90 лет истории мотоциклетного подразделения BMW всегда на оппозитах стояло сухое сцепление. И, пожалуй, самое яркое и заметное для потребителя новшество, которое появилось на 1200-кубовых оппозитах – это двусторонний квикшифтер. Новинка пришла на гражданские мотоциклы из мира MotoGP, супербайка, то есть из мира большого спорта. Теперь рычаг сцепления нужен только для того, чтобы тронуться или остановиться на светофоре. Больше его трогать не нужно. Конечно, с каждым годом мотоциклы в целом, и мотоциклы BMW в частности, всё больше и больше обрастают электроникой. RT, естественно, не исключение. И если к электронной регулируемой подвеске мы уже привыкли, то новый двигатель с электронной ручкой газа позволил сделать ещё и несколько режимов управления двигателем. Электроника позволяет выбрать три режима работы системы стабилизации. Это Rain – дождевой режим, Road – обычный, и динамик, соответственно, самый динамичный. Давайте заглянем в салон этого замечательного мотоцикла. В салон, потому что это действительно не просто верхом, это действительно большой салон. RT всегда был достаточно богато укомплектован, Однако в этом году, помимо уже привычных владельцам этого мотоцикла опций, таких как электрическая регулировка ветрового стекла, аудиосистема, подогрев ручек, появились и новые опции. Например, с этого года все оппозиты BMW комплектуются без ключевой системы запуска. То есть ключ просто лежит в кармане, а вместо привычного замка зажигания на верхней траверсе просто кнопка, от которой оживает мотоцикл. Во-вторых, для туристического мотоцикла это действительно важно. Здесь есть подогрев не только ручек, но и сиденья. Естественно, подогрев есть и для пилота, и для пассажира. Еще одна очень интересная опция, которую до сих пор не использовал никто – это центральный замок для багажных систем. То есть все кофры и бардачки, которые здесь расположены по бокам, открываются и закрываются просто одним нажатием кнопочки. Раньше такого никто не делал, насколько мне известно. И все-таки, возвращаясь к салону, мотоцикл, несмотря на то, что это большой полноразмерный турист, хоть и выглядит очень большим и широким, на самом деле таковым не является, потому что самая широкая часть – это концы рукояток руля, а они здесь практически такой же ширины, как на любом дорожнике классики. Поэтому он себя прекрасно чувствует не только на трассе, на широких хайвэх, но и отлично себя чувствует в городе среди машин. Ну что же, обновленный РТ остался верен себе. Это по-прежнему самый городской мотоцикл из всех больших туристов в мире. Благодаря новому мотору он стал более динамичным, благодаря новой электронике более безопасным. Новые опции сделали его еще более комфортным в дальней дороге, и при этом он продолжает оставаться очень востребованным, простым в управлении, юрким и полезным в городе. Именно поэтому его так любят и московская дорожная полиция, да и многие полицейские во всем мире. Тем не менее, хочется сесть седло и отправиться куда-то туда, за горизонт. И именно этим я сейчас и займусь. Это был Павел Курлапов, программа «Два колеса», еще погоняем. Пока!